Человек звучит гордо, но доказать очень тяжело. При изучении юридических вопросов статуса человека нашел очень интересную статью. На странице LiveJournal пишет Irvi99. Полуйчик Игорь. Дело о человеке. В чем состоит разница юридического статуса человека и гражданина? Почему высшая ценность по Конституции права человека не расписана в других законах, как и сам человек юридически? Почему нас не именуют человеками ни в каких документах? Современное общество считает себя юридически грамотным, разбирается в разного рода договорах и умеет защищать себя в суде. Однако от внимания большинства людей и тем более юристов ускользает самый важный юридический вопрос о разнице статуса человека и гражданина. Мы ошибочно все полагаем себя человеками, хотя нигде об этом не прописано. Более того, практически все законы последних 20 лет написаны не для людей и не про людей. Вы там такого не найдете. Включимым вопросом любой общественной конструкции является юридический статус и ее участников. Если ты князь или царь, тебе княжьи права. Если ты смерть или холоп, то у тебя будет только одно право – получить по пятницам плетью, поперек спины и много-много разных обязательств. Обратите внимание, что в основном законе государства, то есть конституции, права и обязанности человека и гражданина находятся в различных пунктах, соответственно это разные юридические лица. Со временем юридические статусы меняются, но сохраняется главное правило – нельзя выпрыгнуть из своего статуса и претендовать на что-то за его пределами. Не посеньте шапка шита. Не может холоп участвовать в управлении государством. Ему сначала нужно изменить свой статус, если общественная конструкция позволит это сделать. Казалось бы, в современном обществе эти проблемы решены. И все мы люди, все мы человеки. Однако, где это написано? Высшей ценностью конституции признаются права человека. Но с чего вы взяли, что юридически являетесь человеком? И что эти права на вас распространяются? Ведь юридическая наука весьма определенная. Она называет вещи своими именами и приписывает этими именам конкретную право-субъектность. В каких ваших документах или в каких законах написано, что вы человек? В какой момент вы им стали? Чем отличается право человека и гражданина в вашем личном случае? Вы просто думаете себя человеком. Но это недостаточно, чтобы обладать юридическим статусом человека. Во всех официальных документах, законах и даже учебнике биологии написано иное. Вы рождаетесь гражданином, физическим лицом. И обзывают вас как угодно, любым прилагательным во всех нормативных документах. Больным, подсудимым, военнообязанным, потерпевшим, каким-нибудь лицом. По медицинским документам вы даже лишены одушевленности. Вас называют продуктом зачатия. Либо живорожденным продуктом рождения. Если говорить об экономических и административных законах, то с вами делать все, что угодно. Уверяю вас, что с человеками так поступать нельзя, как поступают власти в отношении собственного народа. И здесь мы уже имеем каждый день подтверждение своего абсолютного бесправия. Которое можно выразить одной фразой без бумажки «ты какашка». Да и с бумажкой примерно то же самое. А для человека на самом деле вся эта бюрократия. Документы, удостоверение личности, наличие гражданства – вещи совершенно необязательны. Согласно статье 6. Всеобщая декларация прав человека, имеющая высшее значение для Конституции Российской Федерации, каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. Грубо говоря, князю не нужны документы. Что он князь? Достаточно его слова, и никто не имеет права их требовать. Иметь гражданство – это право человека. От него можно отказаться в любой момент. Вы же не можете просто выйти из гражданства. Вы можете лишь сменить его, то есть поменять своего хозяина. В этом плане единственным человеком на Земле, про которого это достоверно известно, является английская королева. У нее нет ни паспорта, ни водительских прав, ни даже фамилий. Таких людей в мире, скорее всего, много. Проблем с идентификацией их личности не возникает. Они пользуются всеми благами цивилизации. А мы об этой системе даже ничего не знаем. Я, конечно же, не королева, но человеком тоже быть охота. Ну, и кое-какие права иметь. Поэтому я пошел в наш городской суд и написал им бумагу про то, мол, так и так, хочу быть человеком. Найте вам опись, протокол и отпечатки пальцев. Обращение. Верхнепышминский городской суд. Заявитель. Игорь Владимирович Получик. Верхняя пышма. Улица. Заинтересованное лицо. Нет. Заявление. Об установлении факта, имеющее юридическое значение. Ходотайствую. Об установлении факта того, что Игорь Владимирович Получик является человеком. Установление факта необходимо для того, чтобы я мог в полном объеме воспользоваться правами и свободами человека в соответствии со всеобщей декларацией прав человека и Конституцией Российской Федерации. Чтобы я мог установить свою правосубъектность человека, которая отличается от правосубъектности гражданина Российской Федерации. Согласно статье 6 Всеобщей декларации прав человека, имеющей высшестоящее значение над Конституцией Российской Федерации, каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. Права человека по Конституции не отчуждаемы, принадлежат мне от рождения и не зависят от установления или не установления моего гражданского статуса. Мое право человека на признание моей правосубъектности нарушается повсеместно всеми учреждениями, требующими предъявления общегражданского паспорта, то есть установления моего гражданского статуса или его отсутствия. В частности, моя правосубъектность человека нарушена на вахте Верхнепышминского суда, потребовавший при входе паспорт Российской Федерации либо другой общегражданский документ. Это означает, что я, как человек, не могу присутствовать в суде, заявлять иски или защищать свои права, будучи просто человеком, а не гражданином, пользуясь статусом гражданина или лицом без гражданства. Я даже физически не могу попасть в суд и многие другие государственные учреждения для реализации своих прав как человека, а не как гражданин и при наличии документов гражданина. При этом права человека декларируются в Конституции высшей ценностью государства. Ни один государственный орган Российской Федерации не выдает на сей день документов, подтверждающих человеческий статус, и не называет меня или других лиц человеком в своих нормативных документах. В документах ЗАГСа я и мои родители значатся гражданами. В документах МВД я фигурирую как гражданин либо лицо. Министерство здравоохранения называет всех родившихся в России продуктами зачатия и живорожденными продуктами рождения. Согласно приказами Здрава Российской Федерации номер 318 постановлению Госкомстата Российской Федерации номер 190 от 4.12.1992 года о переходе на рекомендованные Всемирные организации здравоохранения критерии живорождения и мертвого рождения. На основании вышеизложенного в соответствии с статьями 131 и 132 264 и 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прошу установить факт того, что я Игорь Владимирович получик, являюсь человеком. Перечень прилагаемых заявлений документов копии по числу лиц участвующих в деле. Первое. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. Второе. Копия паспорта свидетельства о рождении. Дата подачи 17 июля 2017 года подпись. Поначалу девчата в секретариате суда восприняли мою бумагу как шутку или глупость. Не разделили моих чайников. Наверное и вам это тоже смешно выглядит. Дальше они сказали, что должно быть заинтересованное лицо в заявлении. Тоже, видимо, не человек, который оспаривает предмет моего ходатайства. Так, вроде говорю, никто и не оспаривает. Но если вам нужно для соблюдения процедуры пишите Российская Федерация. Тут уже шутки закончились и у меня спросили адрес Российской Федерации. В этом месте стало смешно уже мне. У нас что, в суде не знают адрес Российской Федерации, именем которой судят? Поскольку у меня все равно не было с собой второго экземпляра заявления для отправки заинтересованному лицу, то и старшему Российской Федерации на его домашний адрес, я его не стал пока впутывать в дело о человеке. А вдруг сами по-тихому решим. И здесь мы читаем отказ судьи принять заявление. 17 июля 2017 года в Верхнепышминский городской суд Свердловской области поступило заявление Получик И.В. об установлении юридического факта, что он является человеком. В обосновании своего заявления Получик И.В. указал, что установление указанного факта ему необходимо для того, что в полном объеме воспользоваться правами и свободами человека. Помимо этого заявитель указал, что было нарушено его право субъектность как человека при входе в Верхнепышминский городской суд Свердловской области. Весь документ читать не буду потому что как обычно в таких документах очень много отписок. Прочитаем самое интересное что здесь есть. В соответствии со статьей 265 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты имеющие юридическое значение только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов удостоверяющих эти факты или при невозможности восстановления утраченных документов. Согласно статье 267 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в заявлении об восстановлении факта имеющего юридическое значение должно быть указано для какой цели заявителю необходимо установить данный факт, а также должны быть приведены доказательства подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих документов или невозможность восстановления утраченных документов. В данном же случае факт, который получик ИВА просит установить в судебном порядке подтверждается документом, имеющим у него самого паспорт гражданина Российской Федерации. В этой связи его заявление является по суде беспрецедентным, не подлежит рассмотрению по правилам главы 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку суд не в праве подтверждать биологическое состояние заявителя. Интересно, то есть человек это биологическое состояние. Попробуем подвести итоги. Согласно Конституции у человека и гражданина разные права и обязанности. В ответ на заявление получика Игоря Владимировича об установлении юридического факта, что он является человеком, получил отказ. Но в определении написаны следующие строки. Отказать в принятии заявления получик Игоря Владимировича об установлении юридического факта. Но факта чего? Хотя в заявлении четко описано факта что он является человеком. По данному ответу можно предположить, что суд занимается гражданами, но не человеками. Они не в его юридическом поле. Вопрос такой, где найти официальную юридическую формулировку человека? Уважаемые слушатели, если кто знает где написана официальная формулировка человека, который имеет юридическую силу, прошу отписаться в комментариях. Пока основная масса людей рассматривает статусы в соцсетях, смотрят фильмы, единицы ищут статусы в юридическом поле. Какие статусы важнее, время покажет. Всех благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!